Привет всем! Благослови всех Господь и сохрани всех Господь! Я бы хотел сегодня поговорить тоже про очень важную тему, которая была у Иисуса Христа, у самого Го лично, когда он пошел в пустыню, когда у него были искушения, когда дьявол ему нападал на него. И я хотел бы назвать эту тему так, что называется «Победа над искушением». Просто рассказать про Иисуса Христа, как у него это было, как у нас все это было, и поделиться своим мнением. Вы можете написать свое мнение, какие у вас искушения, и что Бог сделал для нас. Победа над искушением. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель, и сказал, «Если ты искуситель этот дьявол, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Иисус ответил ему, дьяволу. Он же сказал ему в ответ, Иисус. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящий из уст Божий. Потом берет его дьявол в святой город и подставляет его на крыле храма. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе. И на руках понесу тебя, да не предкоснешься, о камень, ногой твоей. Вот так дьявол ему сказал, если ты сын Божий, давай, прыгай. Иисус ответил дьяволу. Написано также, не искушай Господа, Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Дьявол говорит, я тебе все дам, царство этого мира, если ты поклонишься мне. Тогда Иисус ответил ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему, поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет, так ему ответил Иисус, тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. От Матфея 4 глава Библия. Это очень важные моменты, когда Иисус был в пустыне, когда дьявол на него, и примерно самому Боге, что он Спаситель наш, был на этом месте, на нашем месте. У нас такие, Иисус пришел на этот мир, чтобы искупить наш от этих грехов. Но самое главное, это вера в его искупление, в другими делами мы не спасемся. Но когда приходит сатана в нашу жизнь, мы должны понимать, что Иисус сильнее, и молится ему говорит, я не хочу ничего, у меня есть Иисус, и я буду с Иисусом. Суровая правда жизни, которую не мог избежать на земле даже Божий Сын, состоит в том, что за каждой победой следует искушение. Слово Божие ясно предупреждает, кто думает, что он стоит, берегитесь, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10 глава 12 стих. Добившись сколько-нибудь значимого успеха, мы волей-неволей начинаем думать, что достигли его своими силами, и поэтому успех заслуживает и долговечий. Но на вершине упояния мы как раз более всего подвержены гордости, а значит и поражению. От Матфея 4 глава. Мы должны всегда понимать, когда мы даже думаем такие сильные, все в Боге, и тогда сюда. И как раз тогда в моей жизни приходили такие моменты, что все, там было со здоровьем проблема, там была зависимость, там все было. И потом ты падаешь, ты думаешь, ой, я смогу, я сильный, а нет, если ты с сатаной начинаешь общаться, ты не сильно, ты попадаешь и проигрываешь эту игру, все, он выиграл. Но самая важная победа в жизни всех верующих людей, это Иисус Христос на Голгофе, когда он умер за нас. И вот эта вера в Иисуса Христа Спасителя, это самое главное, что есть. Тогда мы побеждаем все искушения в нашей жизни. Это и есть, он сказал, я заплатил за все грехи, которые ты даже еще не сделал. Бог послал своего сына на землю, чтобы он проповедовал, умер и воскрес, и все ради спасения человечества от греха. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего, единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Божий сын пришел взыскать и спасти погибшее, а Дух Святой омывает человека баней возрождения и обновления. Так что вся троица участвует в спасении человечества от греха. А значит, благовестие выражает желание Отца и Сына и Святого Духа. Опять же от Матфея 4 глава. Читайте Библию, молитесь и Бог откроет вам. Это очень важные моменты. Вот это я хотел сказать, чтобы мы знали, что Иисус пришел, чтобы спасти нас, грешников, чтобы мы были с Отцом рядом на небесах, с Иисусом Христом Спасителем. Из-за этого, говорю еще раз, начинайте читать Библию, Новый Завет, чтобы вам это открывалось, чтобы вы понимали. Это самое главное, покаяние, покайтесь перед Богом, поймите, что вы никогда не оправдаетесь без покаяния. Только с покаянием вы приходите к Господу нашему Иисусу Христу. Из-за этого покайтесь, примите Господа Иисуса Христа и начинайте новую жизнь с Богом. Читайте Библию и пусть Бог вас благословит и ведет и будет всегда с вами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови всех Господь и сохрани. В этом тяжелом мире у нас есть одна надежда, только Иисус Христос. Если ты с Ним, значит у тебя будет все. Аминь.